Почти 500 человек погибли в Центральном федеральном округе за прошлый год при переходе железной дороги в неположенном месте. Об этом рассказал московско-рязанский транспортный прокурор Сергей Мальчук. Почему пешеходы продолжают рисковать своей жизнью, несмотря на печальную статистику, разбиралась Анна Троян. Вон там пруд, вы вон там дырка и все вот там ходят. Куда-сюда, как вам нравится. Из Люберец в Москву. Из Люберец в Москву. Прямиком через рельсы. Маршрут, который давно знаком людям, которые живут возле станции Ухтомская. Пренебрегая всеми правилами, любители риска бесстрашно преодолевают железнодорожные пути. С детьми, колясками, зимой и летом. Когда спешат, совсем не думают о последствиях. Когда спешу, нет. Там вот дырка есть, но я там прохожу. Там все у нас так проходят. Всему объяснение удобства. Так быстрее, говорят пешеходы. Зачем переходить дорогу по надземному переходу, когда можно сократить свой путь через рельсы? Так думают многие жители. Однако железная дорога, предмет повышенной опасности, пытаясь сохранить свое время, можно лишиться жизни. Об этом говорят и неутешительные данные статистики. В 2016-м в Центральном федеральном округе жертвами дорожного травматизма на ЖД-путях стали почти 700 человек. Из них две трети с летальным исходом. В Московско-Рязанском направлении, что касается не шестнолетних, то было допущено 9 фактов непроизводственного травматизма. Из них 4 со смертельным исходом. Что касается непосредственно Люберецкого района, то было 5 фактов. Это станция «Новая», отдых, платформа Кратова, остановочный пункт «Фрезер». И было допущено падение с моста на перегоне Ухтомская-Люберце-1. И даже такие вопиющие случаи абсолютно не пугают пешеходов. Так же, как и протоколы об административном правонарушении, которые предусматривают штраф. Конечно, полиция болится с легкомысленными гражданами, но всех поймать невозможно. Кроме того, обслуживающие организации постоянно восстанавливают ограждения и заборы. Но в первую очередь население самостоятельно должно осознавать свои действия. Я призываю, несмотря на потерю времени, все-таки обращать внимание на собственные безопасности. Потому что именно все причины от личной невнимательности и от нарушения правил. Я, конечно, призываю для того, чтобы, во-первых, соблюдать установленные правила нахождения в зонах повышенной опасности. И проявлять личную внимательность и ответственность хотя бы прямо перед собой. Потому что на кону, говорится, их собственная жизнь. В ближайшее время транспортная прокуратура займётся всеми участками железной дороги на территории городского округа, где нарушаются правила перехода ЖД путей.